Как чувствуют себя ученики городских автошкол на весенних дорогах и тонкости вождения в экстремальных погодных условиях для начинающих от опытного инструктора? Эта тема поддержана нашими подписчиками на страничке ВКонтакте в пятничном опросе телеканала «Север». Наша съемочная группа провела час занятий вместе с курсантом одной из автошкол Нарьинмара и теперь легко ответит на эти и другие вопросы. Водительский стаж 11-классника Никиты Ефремова чуть больше полугода занятия по вождению начались в этом году. Юноша отмечает, что с каждым днем дорога все хуже и хуже, но к возникающим трудностям относятся стоически и даже немножко по-философски. Дороги как дороги. В принципе для России ничего нового страшного, ничего нет такого. Единственное, может быть немного некомфортно ездить по лужам, по льду, а так дороги. Если по асфальту будет покомфортнее ездить, конечно. Сохранить хладнокровие на дороге с экстремальным покрытием, гололедица и огромные лужи удается далеко не всем, говорит мастер производственного обучения Вячеслав Ванюта. Ведь начинающие водители еще плохо чувствуют машину, не всегда могут оценить ситуацию. Под каждой лужей есть ямка, причем неплохая ямка. Так мы стараемся с учениками не ездить по лужам. Конечно, объясняем, что особенно молодежь и не любят газовать, чтобы прызги побольше. Естественно, что они в дальнейшем потом сами поймут, что по лужам ездить быстро нельзя. Сегодня инструктору предстоит с Никитой отработать несколько маневров в городе, благо центральные улицы подсохли. Самая такая улица неблагоприятная для вождения в Меренмаре какая? Минция. Почему? Отлично, лужа, потому что очень плохо чистится сюда. Минуя неглубокие лужи, выезжаем на главную дорогу. Вот и первое задание – парковка в центре города. Инструктор подбадривает Никиту, страхует. Вот стоянки для автотранспорта. С заданием ученик справился, хотя пришлось немного повозиться. Вообще же, по многолетним наблюдениям автоинструктора, такие занятия, может быть, и не совсем комфортные для начинающих водителей, но полезны. После курса вождения по обледенелым дворам и глубоким лужам никакие трофи не страшны. Но и на рожу он лезть тоже не стоит. Видите, что лужа большая, надо держаться всегда к середке, потому что в основном разбивается чаще всего по бокам. Потому что там край асфальта, естественно, там где-то какая-то дырочка водой, это чаще всего разбивается по краям. Естественно, начинающим автолюбителям советую в таких ситуациях ездить посередине, ближе к середине хотя бы. А так лучше вообще сидеть дома в такой погоде, никуда не выезжать. Ездить на учебной машине не страшно, потому что у инструктора всегда есть вторая пара педалей. Еще, если вы увидите на дороге медленно двигающийся автомобиль с буквой «У» на крыше, не спешите сигналить, не старайтесь обгонять, не создавайте ученикам дополнительный стресс. Вспомните свои первые дни за рулем. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.